Около 200 деревьев вырубили вдоль Байкальского тракта. Местные жители возмущены, кто лишил их зеленых легких. Тем более работы провели спешно, а вот насколько законно решила разобраться Маргарита Колесникова. И вот что из этого вышло. Посмотрите, сколько деревьев вырублено. Большие березы, многолетние деревья. Пни и бревна. Все, что осталось от когда-то шикарной рощи. Эти кадры в нашу редакцию прислала жительница Иркутского района. Ее поселок находится на границе с областным центром. Рядом Байкальский тракт, движение машин всегда оживленное. Только зеленые насаждения давали надежду на чистый воздух. Но на днях рабочие уничтожили рощу. Зеленая зона и поселок. Вроде бы защитная полоса должна быть от машин и прочее. И все это свалили. Мы вот уже сегодня прокуратуру письма написали, экологов вызывали. В общем, пошла борьба за это дело. И хотим отстоять хотя бы те части берез, которые здесь остались. Без деревьев осталась огромная территория. Для местных жителей березовая роща была единственным местом для прогулок. И они не смогли остаться в стороне от происходящего. Стали обращаться во все инстанции. И, как выяснилось, не зря. Был оценен масштаб ущерба. То есть предприниматель снес 195 берез и 10 тиф. На данном земельном участке разрешение на строительство не выдавалось. Проект с экологами не согласовывался. Разрешение на снос деревьев также не бралось. То есть все действия, которые там произошли, они незаконны. По закону теперь собственнику предстоит возместить в бюджет городской администрации причиненный ущерб. Почти 3 миллиона рублей. Кроме того, ситуация привлекла внимание сотрудников полиции. Материалы дела уже переданы им для дальнейших разбирательств. Маргарита Колесникова, Андрей Назаров, Марина Минченко. Новости по будням.